Представители 62 регионов России. Это самые яркие звездочки физики, 300 школьников 9-11 классов. Все они победили на региональном уровне и теперь включились в борьбу за победу на всероссийском этапе. Я люблю физику, потому что это очень важная наука. Она позволяет открывать большие возможности, так как позволяет оценивать различные величины, необходимые в жизни. Кстати, Мордовия, прославившаяся хорошей школой по спортивной ходьбе, лидирует и в физике. Делегации Саранска здесь на Олимпиаде многочисленные, да и победителей среди них много. По мнению ректора Кубанского госуниверситета, всем им после получения высшего образования будет где работать, и оттока молодых ученых за границу уже можно не опасаться. Началось возрождение инженерных профессий. Я думаю, что проблема 90-х, она отчасти возникала из-за того, что просто негде было им работать на соответствующем уровне. Сегодня ситуация все-таки другая. Я убежден в том, что большая часть из них составят славу не только российской науки, но и внесут практическую вклад в развитие нашей экономики и промышленности. Финальные увлекательные соревнования в олимпиадных турнирах было решено провести в Сочи. Участники, а вернее те, кто лучше других справился со сложными заданиями, бесспорно получат бонусы при поступлении в ВОЗ, а еще посмотрят все, чем славен теперь город Сочи уникальное олимпийское наследие. Первый и самый главный стимул – это моральный, это дух и чувство победы, чувство команды. Это, конечно, огромное напряжение и разрешение. И для ребятишек, которые с 62 субъектов Российской Федерации приехали, согласитесь, для многих это и Сочи сам по себе очень интересен. Юные сочинские физики не вышли в заключительный этап с Российской Олимпиады. Зато в состав жюри вошло два преподавателя от Сочи наравне с профессорами из Москвы и Новосибирска. Это стимул для того, чтобы поднять уровень подготовки наших школьников. Такой полезный опыт и для нас, как для жителей нашего Краснодарского края, так и для всей отечественной науки, педагогики. Это будет, я думаю, в рамках нашего общего олимпийского девиза, когда вместе мы победим. Мы так привыкли говорить и вот в учебе, и в образовании мы тоже хотим к этому стремиться. Победители Олимпиады по физике теперь будут готовиться к международному этапу. Он пройдет в Джакарте, столице Индонезии. И там есть шанс посостязаться в точных науках, по примеру, российской школьницы Марии Дмитриевой, которая неделю назад в Румынии обошла ровесницы Америки и Болгарии и стала первой в рейтинге Европейской математической олимпиады.